Дело рук самих управляющих Дело рук самих управляющих юристы оценили решение ВС о личном банкротстве Газета «Коммерсант» номер 20 от 5 февраля 2019 года, СТР 9 юристы и арбитражные управляющие, АУ, в целом поддерживают Верховный суд, ВС, в том, что проблема с поиском АУ не должна лишать граждан шанса на персональное банкротство Однако не все считают удачной идеей ВС обязаться сами суды находить управляющих, а представители профессионального сообщества подчеркивают необходимость решения давно зависших на уровне регуляторов и законодателей проблем АУ Твердый знак опросил юристов и представителей сообщества АУ оппозиции ВС по делу Юрия Катрихова Последние больше года пытался инициировать свое банкротство, но получил отказы от шести СРУ В итоге суд прекратил производство по делу, решив, что дальнейшие запросы о кандидатурах АУ в СРУ не целесообразны, а для реализации права на личное банкротство приняты исчерпывающие меры В апелляции и окружной касации с этим согласились, но ВС счел доводы гражданина заслуживающими внимания и передал спор в эконом-коллегию По итогам слушания акты нежестоящих судов были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение Как указал ВС, государство должно обеспечить реализацию права граждан на банкротство и в отсутствие возможности найти АУ этим должен заняться суд, направив запросы во все оставшиеся СРУ Истечение трехмесячного срока для назначения АУ не является основанием для прекращения дела, подчеркнул ВС Юристы в целом поддерживают это решение Иной позиции я не ожидал, говорит советник Савлев, Баданов, Амперсант, Радик Латфулин Говорить о принудительном назначении АУВС в принципе не мог, это бы нарушало их конституционное право на свободу труда Направление судом запросов в СРУ, наверное, единственное решение, возможное по закону Уточнение про сроки, добавил он, также важно, особенно если судам придется запросить все СРУ Я видел случаи, когда управляющего полгода искали, отметил господин Латфулин Не вызывает вопросов решения и у самих АУ Фактически нежестоящие суды лишили гражданина права на правосудие, отмечает управляющий Михаил Василега Но поскольку государство дало гражданам право обанкротиться и по сути АУ работает на государство Эти поиски должны быть головной болью последнего Управляющий уточняет, что нередко СРУ работает только в конкретном регионе, о чем гражданин знать не обязан Даже если все АУ в регионе откажут собрать дело, суд должен эту проблему решить Например, передать дело в другой субъект федерации, считает он Как государство поможет гражданам обанкротиться Однако глава Совета директоров правового бюро Оливинский, Буйкян и партнеры Эдуард Оливинский полагает Что поиском финансового управляющего для граждан должно заниматься само сообщество АУ Исполнение арбитражными судами подобных действий им не свойственно, в отличие от судов общей юрисдикции Где участники процесса, как правило, менее квалифицированы Юрист добавляет, что ВС таким образом продолжает подталкивать суды к проактивной позиции Действовать в защиту прав граждан при отсутствии процедурных норм Но сложно сказать, как это будет соотноситься с принципом состязательности сторон В целом подход ВС обоснован Но, на мой взгляд, следует менять не порядок деятельности судов А порядок работы сообщества, заключает юрист Господин Латфулин добавляет, что постановление ВС не решает вопрос Как быть, если от всех срок поступают отказы Главная причина в том, что АУ не устраивает низкое вознаграждение по делам о персональном банкротстве Отмечает он Полагаю, что здесь нужно вносить поправки к закону и менять систему оплаты их труда Потому как на процент из продажи имущества банкрота управляющий может рассчитывать Когда это крупный должник Но большинство физлиц, желающих обанкротиться, почти никакого имущества не имеют Мы понимаем, что вознаграждение управляющих невелико Но персональное банкротство это социальная повестка дня И надо помогать людям Поэтому если повысить вознаграждение нельзя То нужно снижать количество обязанностей АУ и уровень ответственности Полагает глава экспертного совета общероссийского профсоюза АУ Максим Доценко По его словам, еще в феврале 2016 года профсоюз сформулировал задачи Выполнение которых должно позволить персональным банкротствам стать массовыми Во-первых, это введение упрощенной процедуры банкротства граждан Поправки, подготовленной Минэкономики, все еще на согласовании Во-вторых, вопрос о соотношении оплаты и обязательств АУ Чтобы штрафы не превышали вознаграждение Законопроект о снижении административных штрафов И замене обязательной дисквалификации управляющих на альтернативную При повторном правонарушении внесен в Госдуму в 2017 году Но его рассмотрение застопорилось Возможно, говорит Максим Доценко Рассмотрение ВС споров о персональных банкротствах Напомнит об актуальности этих проблем и поможет ускорить их решение Анна Занина, Андрей Райский Насколько легко избавиться от долгов Стать в России банкротом не так-то просто Накопить долгов на 500 тысяч рубль И не платить по ним мало Нужно найти управляющего Поднатореть в юриспруденции Найти деньги на саму процедуру Те, кто ее прошел Больше в кредиты не играют Но их опыт мало кого останавливает Количество желающих обанкротиться Стремительно растет Читать далее Субтитры создавал DimaTorzok